В Гомельском областном суде сегодня огласили приговор троим жителям агрогородка Юровича Калинковического района, которые обвинялись в серии преступлений. Молодые люди больше года держали в страхе население агрогородка и в итоге были задержаны по подозрению в совершении убийства, двойного покушения на убийство, хулиганство, изнасилование и незаконных действий в отношении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. На скамье трое неработавших и ранее судимых молодых людей из Юровича. В 2018-м они стали совершать немыслимые поступки. Топорищем избили своего односельчанина. После кулачной расправы над одним из знакомых поместили его в подполье, нанесли множество ударов руками и ногами местной семейной паре. Крики женщины услышал сосед и вступился за потерпевшую. Тогда лихие молодые люди переключились на него и избили мужчину до смерти. Агрессивно вели себя и перед оглашением приговора. По совокупности статей старший из них получил наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Среднему дали 23 года и 6 месяцев. Младшему 13 лет и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Также в счет возмещения морального вреда в солидарном порядке осужденным предстоит выплатить потерпевшим 110 тысяч рублей. Приговором суда сегодня судебная коллегия по уголовным делам постановлена ввинительный приговор в отношении 26-летнего, 21-летнего и 18-летнего, нигде не работающих, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности жителей агрогородка Юровича Калинковического района за совершение ряда тяжких, особо тяжких преступлений на территории указанного агрогородка в течение 2018 года. Обвиняемые признаны приговором суда виновными в покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью, группой лиц, а также в убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений, группой лиц, лицами ранее совершившими покушение на убийство. Кроме того, старший из обвиняемых признан виновным в незаконных действиях в отношении составных частей огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, также в совершении иных действий сексуального характера и изнасилований, совершенным лицом ранее совершившим преступление, предусмотрен статьей 167 Уголовного кодекса, а также в совершении им особо злостного хулиганства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. В прокуратуре считают, действия обвиняемых не были стечением обстоятельств. Еще во время следственных действий прокурорам Гомельской области был поставлен жесткий спрос субъектов профилактики, которые допустили безнаказанность действия обвиняемых.